Время Второй мировой войны Танки против танков Железный кулак Шерман. Рабочая лошадь войны 15 сентября 1916 года Британская армия впервые Применила на поле боя секретное И разрушительное оружие Германская пресса называла танки Дьявольскими повозками Но в Великобритании их провозгласили Главным средством для победы в войне Многие солдаты разделяли это мнение И были готовы терпеть ядовитые выхлопы Оглушительный шум и плохой обзор Ради того, чтобы воевать на танках В отличие от Франции и Великобритании До 1917 года США не разрабатывали свои танки И не сталкивались с применением танков До вступления в войну на стороне союзников На Западном фронте Но американские генералы Сделали один конкретный вывод Из того, что увидели на полях сражений В Северной Франции После Первой мировой войны Американцы пришли ко мнению Что танк существует для поддержки пехоты И что во время войны Он использовался в основном Именно для этих целей Поэтому американская военная И конструкторская мысль Сосредоточились на танках Для поддержки пехоты Эти взгляды дошли до крайности И в 1920 году американцы Распустили танковый корпус И передали танки Разработку танков пехотному ведомству К концу Первой мировой войны На первый план вышла Авиация и армия США И ВМС США Стремились наращивать воздушную мощь Кроме того Существовали межведомственные разногласия И те ограниченные средства Которые выделялись Тратились в основном на авиацию А не на танки Таким образом В 20-е и 30-е годы прошлого века Танкостроение не входило в число приоритетов Разрабатывались некоторые опытные образцы Но даже они подвергались Жестким ограничениям Американское танкостроение Находилось в застой до 30-х годов Но даже когда разработка танков была возобновлена Нельзя было делать танки Вес которых превышал 15 тонн Потому что американские мосты Больше не могли выдержать К концу 1930-х годов Американский танковый арсенал Насчитывал несколько сотен легких танков Оставшихся после Первой мировой войны Хотя еще никто не требовал создания средних танков Конструкторы все равно изучали современные технические достижения К началу войны в сентябре 1939 года Американские танковые войска были вооружены в основном легкими танками И на них не применялась система подвески Джей Уолтер Кристи Которая конечно появилась на средних танках Подвеска Кристи была довольно неплохой системой Ее использовали англичане на одном из своих танков И голландцы ее применяли Но американцы ее не использовали Потому что она была немного избыточной С инженерной точки зрения Немного опережала свое время Но к сожалению была очень шумной и скрипучей Так что при использовании подвески Кристи Терялся элемент скрытности В 30-х годах правительство США Боролось с Великой депрессией И военные расходы были снижены В еще большей степени С уменьшением финансирования Армия США отдала приоритет легким танкам Поскольку их производство обходилось дешевле И они могли заменить кавалерийскую лошадь К началу 1930-х годов В двух кавалерийских дивизиях Пришли к выводу, что дни кавалерий сочтены И это не вызывало особой радости у кавалеристов Но им было ясно, что основная задача кавалерий Стремительно прорываться в тыл противника И разрушать коммуникации Лучше всего это может быть выполнено легкими танками Таким танком стал М2 Скорость которого составляла около 60 км в час Но вооружение и броня были довольно слабыми Так что я бы сказал, что он обладал хорошими скоростными характеристиками Но для серьезных боевых действий был слабоват Таким образом, в 1939 году США обладали готовым к производству танком И была создана механизированная кавалерийская бригада С учетом разведданных о создании немцами новой танковой дивизии Бригаду требовалось организовать по тем же принципам Но американские генералы не считали войну неизбежной угрозой К исходу лета 1939 года Германия ошеломила весь мир стремительными вторжениями в Австрию, Чехословакию и Польшу Летом 1940-го немцы вторглись в Нидерланды И наголову разгромили французские войска Британцы, сражавшиеся плечом к плечу с французами Бросили свои танки на пляжах в районе Дюнкерка Никто не мог понять, как немцам удалось разгромить противника Ведь их танки были не лучше французских или британских Причина, по которой немцы воевали гораздо лучше, чем французы или англичане Состояла не в том, что у них было больше танков Не в том, что их танки были лучше А в том, что они умели их лучше использовать, как составную часть единого целого Англичане усвоили этот урок и передали его американцам Другой урок состоял в том, что нет ничего хорошего в маленьких шустрых танках С пукалками вместо пушек Танк должен обладать солидной огневой мощью и броней Танки против танков Железный кулак Часть 2 Над Соединенными Штатами начали сгущаться тучи Стало ясно, что если Америке придется вступить в войну То ей понадобится танк, по меньшей мере не уступающий немецкому Т-3 Танк М-2 был совершенно не в состоянии соперничать с ним В Великобритании, потерявшей при Дюнкерке почти все свои танки Требовалось как можно скорее перевооружать свои танковые дивизии США, располагавшие гигантскими сталелитейными автомобильными заводами Имели все необходимое для крупномасштабного производства танков Были выделены средства на разработку преемника для М-2 Но немцы уже начали модернизацию Т-3 У союзников почти не оставалось времени Т-3 был ничем не лучше того, чем располагали англичане и французы В 1940 году в некоторых отношениях он был даже хуже Кроме того, танков этого типа было не так уж много Их быстро заменили танками Т-4, которые были гораздо лучше Но в то же время Т-3 был первым танком, который немцы производили в промышленных масштабах И он позволил им отработать боевое применение танков Конечно, немецкие танки имели не слишком сильную броню А их 37-мм пушка не имела преимущества над английской двухфунтовкой 40-мм пушкой Собственно, двухфунтовка была даже немного лучше Так что в 1940 году Т-3 не казался особой угрозой Но скоро он стал довольно опасен Поскольку его, как Т-4, можно было быстро перевооружить более мощной пушкой Думаю, кое-кто начинал понимать, что не танки сами по себе плохие А плохо то, как мы их использовали Люди вообще неохотно, с большим трудом воспринимают то, что противоречит их многолетним взглядам Тому, чему их учили, к чему они привыкли И поэтому понадобилось немало времени, чтобы понять, что это не немецкие танки были лучше Ведь к началу войны они были не лучше Они стали лучше лишь по ходу войны А лучше была немецкая тактика В апреле 1941 года началось производство нового среднего танка Танк М3 Ли, названный именем генерала Южан Роберта Ли Имел экипаж из семи человек Кроме 75-мм пушки он был вооружен 37-мм пушкой, а также четырьмя пулеметами Звездообразный двигатель Райт развивал мощность до 340 лошадиных сил Имел запас хода около 200 километров при скорости около 40 километров в час В Великобритании закупила по Ленд-Лизу 600 танков М3 и назвала их генерал Грант Основным достоинством М3 была лучшая броня, позволявшая немецким танкам Которые успешно действовали в ходе битвы за Францию Основная пушка была установлена не в башне, а в спонсоне или боковом выступе По правому борту корпуса Когда появился танк Ли Грант, он представлял собой схему От которой надо было уходить при появлении башни, способной нести 75-мм пушку Так что Ли Грант в какой-то степени был временным вариантом Ли Грант сыграл важную роль в североафриканской кампании, где получил прозвище «Последняя надежда Египта» Но он оказался не способен противостоять немецкому Т-4 И в конце концов его заменил Шерман Впрочем, на этом его военная карьера не закончилась В 1944 году некоторое количество танков Ли было направлено в джунгли Бирмы, где они помогали союзникам громить японцев К 1942 году нам требовалась нормальная башня с 75-мм пушкой, поскольку это минимальный калибр для достаточно эффективного фугасного снаряда Она должна была обладать достаточной мощностью, но не только мощностью, но и дальностью стрельбы Одной из проблем всех британских танков была недостаточная броневая защита, необходимая, чтобы противостоять немецким танкам того же класса А также отсутствие пушки, способной пробивать броню немецких танков Таким образом, мы все время думали о том, что нам нужна броня получше и пушка побольше А это не так просто, как кажется, поскольку большая пушка и усиление брони означали увеличение веса машины Союзникам требовался танк, который могли производить в больших количествах гражданские рабочие Он должен был не только быть эффективным в бою, но и простым в эксплуатации и обслуживании Конструкторы предложили средний танк, который, как они надеялись, будет отвечать этим требованиям Американцы назвали его М4, а британцы дали ему имя Шерман Да, он действительно пришел на смену Гранту, стал его преемником в качестве среднего танка американской армии А впоследствии станет одним из самых значительных танков, производившихся в США И одним из основных танков Второй мировой войны Это так Средний танк М4 или Шерман имеет экипаж из пяти человек Кроме основной 75-мм пушки в башне Шерман вооружен тремя пулеметами, а также минометом калибра 50,8 мм для постановки дымовой завесы Броня имела толщину до 100 мм В-образный восьмицилиндровый двигатель Форд развивал мощность до 500 л.с. и обеспечивал запас хода около 160 км при скорости до 38 км в час Думаю, достоинством Шермана было то, что он во многих отношениях Соединял в себе преимущества легкого и среднего танка И это, на мой взгляд, делало его привлекательным в глазах и англичан, и американцев В Шермане использованы многие черты Регранта У него также подвеска Поначалу использовался тот же двигатель Та же трансмиссия Большое отличие состояло в том, что у Шермана был цельнолитой, а впоследствии цельносварной корпус, который гораздо прочнее, чем клепанный Единственным реальным отличием было то, что с него убрали люки лаза, которые ослабляли броню Это довольно быстро поняли, ведь безопасность экипажа повышается не тем, что он может быстро покинуть танк, а прежде всего тем, что снаряд не пробивает броню С увеличением количества заказов американские танковые заводы делали все, чтобы производить Шерманы быстро, дешево и в больших количествах Хотя завод Крайслер в Детройте был перестроен для массового производства, многие заводы были построены с нуля А поскольку Шерманы унаследовали многие черты Регранта, существовавшие сборочные линии могли быть легко перестроены без снижения производительности Думаю, что достоинством Шермана, кроме его надежности, было и то, что его было довольно легко производить, что видно по тем количествам, в которых он производился Некоторые историки приводят цифру 49-50 тысяч, но по некоторым данным произведено 58 тысяч этих танков Так или иначе, Шермана в США произведено больше, чем произвела танков вся германская промышленность за время войны Шерман в пустыне Шерман в США Танки Шерман поступили на вооружение британской 8-й армии в Египте осенью 1942 года После месяцев ожесточенных боев с армией Роммеля люди были деморализованы и истощены Перед фельдмаршалом Монтгомери стояла сложная задача Ему надо было подготовить свои войска к решающей битве, чтобы навсегда очистить Египет от немецких и итальянских войск Прибытие 300 Шерманов было весьма своевременным Шерманы очень хорошо показали себя в западной пустыне Они участвовали в боях в составе британской 8-й армии при Эл-Аламене И проявили себя с самой лучшей стороны Они вполне могли противостоять любому итальянскому танку А также уверены большинству немецких танков, находившихся в Северной Африке Так что с самого начала он хорошо себя зарекомендовал И своей 75-мм пушкой, надежным двигателем, а также в техническом плане оказался надежным танком Шерманы в количестве 300 единиц прибыли как раз вовремя Ко второй битве при Эл-Аламене И все были рады, все подумали, наконец-то у нас появился приличный танк Очень скоро Монтгомери написал в военное министерство о том, что новый чудо-танк совсем не то, что о нем говорили Что он всего лишь в подобии танка МК-4 А с учетом превосходства немецкой тактики при сравнении МК-4 с Шерманами МК-4 в целом выигрывает Когда Шерманы начали поступать на вооружение Одним из его основных соперников был немецкий Т-3 При этом надо учитывать, что Т-3 был устаревшим уже во время разработки Его заменяли более поздними модификациями Т-4 с длинноствольной пушкой Из-за этого Шерман сразу же оказался в невыгодном положении Поскольку в то время он имел на вооружении короткоствольную или среднюю пушку По мере того, как танкисты узнавали достоинства Шерманов Они открывали его слабые места На мой взгляд, с самого начала стало ясно, что один из недостатков Шермана – его высокий силуэт Понятно, что у него, по крайней мере, основное вооружение размещалось в башне сверху Чего не было у Ли Гранта Но даже при этом он был очень высоким танком Что без сомнения является недостатком Чтобы справляться с этим, танкисты научились использовать местность Научились маскировать танк своими силами В высокой башне ничего хорошего Но в открытой пустыне танк все равно видно независимо от его высоты А вот на более пересеченной местности Шерману гораздо труднее использовать небольшие перепады рельефа Чем танкам с более низким силуэтом Высокий силуэт Шермана представляет собой проблему Это проблема для танка любой конструкции Особенно с учетом очень эффективной противотанковой обороны немцев Использовавших очень эффективные 88-мм пушки Очертания Шермана вообще представляли собой проблему И отчасти именно этим объясняются потери, которые эти танки несли в бою Одной из самых серьезных проблем было то, что Шерман был сконструирован таким образом Что выдерживать попадание 37-мм бронебойного снаряда он мог Но когда для борьбы с танками немцы стали применять 88-мм зенитные пушки Тонкая броня Шерманов оказалась весьма уязвимой И танк легко загорался Из-за этой особенности Шерман заслужил обидные клички Немцы называли его печкой для Томми А союзники прозвали его Ромсоном По аналогии с зажигалкой У Шермана было одно известное слабое место По мнению танкистов он слишком легко воспламенялся И поля сражения часто были усеяны горящими Шерманами Очень характерная и деморализующая картина Проблемой Шермана было размещение боекомплекта Снаряды размещались слишком высоко И при пробоине или при наружном попадании в корпус Танк испытывал сильное сотрясение Что приводило к разрыву трубопроводов и возгоранию страшному пожару Несмотря на эти проблемы британские и американские танкисты Имели немало причин быть довольными Шерманом Установка на Шермане башни на трех человек Была еще одним фактором его успеха Это было ключом и к успехам немцев Все приняли такую схему русские Тоже применили ее на Т-34-85 Смысл такого размещения трех членов экипажа Состоял в том, что командир не участвовал В заряжении и ведении огня Он мог сосредоточить все свое внимание На огневой мощи и маневрах танка Мог засекать и выбирать цели Руководить маневром И это было ключом к успеху в танковом бою В декабре 1941 года США объявили войну странам оси В ноябре следующего года в ходе операции «Факел» Войска высадились в Северной Африке Но в начале 1943 года американские войска Горели желанием сразиться с африканским корпусом Оттесненным к тому времени в Тунис На этом этапе продолжительной кампанией в пустыне Стали проявляться различия Между закаленными в боях британскими танкистами И их американскими коллегами Пулеметы «Браунинг», которые устанавливали на американских «Шерманах» Были явно зенитным оружием И англичане сказали, что им это не нужно И что они их снимут Так они, собственно, и сделали Думаю, на момент вступления Америки в войну После высадки войск в ходе операции «Факел» В Северной Африке в ноябре 1942 года Большое различие между американскими и британскими танкистами Состояло в том, что британские танкисты К тому времени уже имели большой опыт И знали, на что способны немцы А американские танкисты были неопытны И не знали, на что способны немцы Из-за этой неопытности они потерпели Страшное поражение на Кассеринском перевале Когда произошло первое крупное столкновение Между немецкими и американскими танками И американцы понесли тяжелые потери При Кассеринском перевале Американцы потеряли тысячу человек убитыми Сотни попали в плен А большинство их танков было уничтожено Во время сражения Американцы применяли танки М3 или Грант Которые оказались совершенно беззащитными Против эффективных 88-мм противотанковых пушек Для американской армии это был поворотный момент Командиров заменили, танковую стратегию коренным образом пересмотрели А на смену Легранту пришел Шерман Который до конца войны оставался основным танком союзников Несмотря на потери на некоторых фронтах Приспособляемость Шерманов позволила внедрить новшества Которые спасли множество жизней Одной из самых полезных модификаций возникших в ходе кампании в Африке был Шерман Краб Шерман Краб был одной из многих инженерных машин Которые появились ближе к заключительному этапу войны в пустыне В основном из-за огромных потерь, которые мы несли на инженерных заграждениях На начальном этапе боевых действий А также вследствие острейшей необходимости иметь средства для преодоления заграждений Шерман имел немало модификаций И одной из них был Краб, танк-тральщик В передней части танка устанавливался каток с цепями И он проделывал проходы в минных полях Он катился по минному полю, каток поворачивался, цепи ударялись о грунт Перед танком и от этого взрывались противотанковые мины Очень простой, но очень эффективный способ делать проходы в минных полях Очень полезный именно в Северной Африке, где обе стороны использовали мины в больших количествах Столь же полезным это оказалось в Нормандии во время высадки войск союзников Когда пришлось проделывать проходы, чтобы танки могли высадиться на берег Танки против танков, железный кулак, часть 3 Итальянская компания В 1943 году небольшие силы союзников высадились на Сицилии И в течение последующих месяцев пробивались по горам Италии Гористая местность благоприятствовала обороняющимся немцам И создавала большие трудности союзников 75-мм пушка Шермана могла пробить броню толщиной около 9,5 см Но дело в том, что Пантеры и Тигры имели лобовую броню толщиной не менее 10 см И при лобовом столкновении у Шермана практически не было шансов Пантера оказалась для американцев страшным сюрпризом Они не ожидали столкнуться с таким серьезным противником Потери Шерманов при лобовых столкновениях были ужасными Американцы рассчитывали потери в количестве пяти Шерманов на одну Пантеру Единственной надеждой справиться с Пантерой было незаметно подкрасться с тыла Да, и тогда 3-4 Шермана могли подбить Пантеру или Тигр Если бы им удалось подстеречь Тигр с выключенным двигателем, то был бы шанс Потому что тогда экипаж Тигра испытывал бы трудности с наведением орудия Но все равно, на один Тигр или на одну Пантеру понадобилось бы несколько Шерманов Но зато у нас было много Шерманов В этом и было преимущество Некоторое, конечно Противотанковое орудие Стандартным противотанковым орудием у немцев была знаменитая 88-мм пушка Она появилась в качестве зенитной и была приспособлена для защиты германских кораблей от авиации противника Но больше всего именно эта пушка прославилась как противотанковое орудие Никакое другое оружие не вызывало такого страха у танкистов-союзников Ни один танк союзников, включая Шерман, не мог ей противостоять Этот немецкий офицер был артиллеристом и он командовал в Италии 88-мм пушкой, прикрывавшей проход, узкое место на дороге Где за один раз мог пройти только единственный танк И американцы отправляли туда по Шерману за раз И каждый раз эта пушка подбивала танк с первого выстрела Когда этого офицера спросили, что же в конце концов произошло Он сказал, что у него кончились снаряды, а вот танки у американцев не кончились Этот случай показывает одновременно и пользу массового производства танков И ужасные потери среди американских танкистов Италия не лучшее место для применения танков И как только танки попали в горы, они стали просто самоходными орудиями Не способными к широким фланговым маневрам, поскольку местность не позволяет этого делать И хотя мы произвели больше танков, чем немцы, наше численное преимущество из-за местности было сведено к нулю Так что особого преимущества не было В ответ на трудности союзников в Италии были сделаны попытки улучшить характеристики Шерманов Давно стало известно, что одна из самых больших проблем Шермана в бензиновом двигателе И американцы, не разобравшись, начали ставить на танки дизели И произвели более 11 тысяч Шерманов с дизельными двигателями А потом американские руководители стали разбираться и решили, что при том тыловом обеспечении, что им требуется в Нормандии Они не смогут позволить себе снабжать войска двумя видами топлива В начале 1944 года начались приготовления к высадке в Нормандии Итальянская компания позволила сделать вывод о том, что союзников там ждет труднодоступной местности И еще больше тигров и пантер Американцы решили производить новый танк М6 Но новая модель означала бы перестройку производственных линий и снижение уровня производства У союзников не оставалось другого выбора, как совершенствовать Шерман И в Великобритании, и в США очень многих больших людей беспокоил тот факт, что американцы не продвинулись в создании М6 То есть очень тяжелого боевого танка, весом около 50 тонн, способного противостоять Тиграм и Пантерам Поэтому единственным решением была установка на Шерман более совершенной пушки Пошли именно по этому пути Шерман Файерфлай Шерман с новым орудием получил название Файерфлай, светлячок Его экипаж составлял 5 человек Основным оружием была британская 17-фунтовая пушка, а еще устанавливался пулемет Толщина брони составляла до 89 миллиметров Двигатель А57 имел мощность 425 лошадиных сил Запас хода составлял 160 километров, а скорость до 40 километров в час В 1944 году, на момент высадки в Нормандии, мы столкнулись с серьезными проблемами Нормандия — это место, где пляжи идеальны для высадки Но стоит продвинуться вглубь территории, как начинается местность, благоприятная для обороняющихся Где множество оборонительных сооружений и заграждений, за которыми немцы могли разместить механизированную пехоту с противотанковым оружием А еще их поддерживали тигры и пантеры, так что в ходе продвижения потери среди шерманов начали резко возрастать Несмотря на труднодоступную местность, Firefly показал себя хорошо А боевое орудие Firefly повышало боевой дух британцев Firefly был единственным танком союзников, способным противостоять пантере и даже тигру, если повезет, конечно Firefly был вполне стандартной машиной, но вместо 75-мм пушки у него в башне была установлена британская 17-фунтовая Firefly был весьма эффективным оружием, до такой степени, что немцы приказывали своим танкистам все время их атаковать Что привело к довольно интересному эксперименту, который впоследствии стал стандартной процедурой Конец ствола красили в голубой краской, а под ней была коричневая Из-за этого ствол казался коротким, это срабатывало на удивление хорошо Англичане использовали его очень хорошо, и у них был один Firefly в каждом подразделении из четырех танков Три обычных Шермана с 75-мм пушками и один Firefly 17-фунтовый Отличное орудие, способное бить немецкие танки Американцы этого не приняли, они не предпочитали свою 76-мм пушку, которая была хуже Американцы не хотели ставить большую пушку на танки, они хотели ставить ее на противотанковые самоходки Но у них были свои конструкции больших орудий, которые они считали идеальными, но при этом они не принимали в расчет Пантеру Лесли Манхерт не хотел ставить большие пушки на танки, и он очень сопротивлялся тому, чтобы на танки ставили даже 76-мм американскую пушку с большой начальной скоростью снаряда И лишь после того, как он погиб в авиакатастрофе, когда приезжал на фронт в Нормандию, удалось выйти из этого тупика Нормандия 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 В июне 1944 года войска союзников начали высадку в Нормандии на северо-западе Франции Несмотря на то, что Firefly показывал себя хорошо, его тонкая броня не выдерживала огня немецких танков Думаю, что в 1944 году, когда мы высадились в Нормандии, техническое превосходство немецких танков над Шерманами М4 стало еще очевидней и с точки зрения брони, и с точки зрения основного вооружения Хотя Firefly имел хорошее вооружение, он не мог похвастаться столь же хорошей броней И поэтому уничтожалось достаточно большое количество Шерманов Это привело к разработке Т-14, известного под названием Джумбо У него была не только более толстая броня, но и широкие траки Но толстая броня очень затрудняла механикам доступ к движущимся частям Несмотря на недостатки машины, в Европу были отправлены 250 единиц, и их тепло встретили в войсках Джумбо был хорошо бронированным Шерманом, сделанным специально для использования в Нормандии Его применяли не очень широко в качестве замены Шерману, поскольку дополнительная броня создавала большую нагрузку на подвеску и трансмиссию Так что его использовали в ограниченных количествах и в особых случаях Но он был очень популярен в войсках и использовался, чтобы вести за собой танковые колонны В лесистой местности и в тех местах, где могла быть засада, он мог в качестве головного танка принять на себя значительную долю противотанкового огня немцев и при этом уцелеть Но его нельзя было использовать в качестве основного танка, поскольку он был слишком тяжелым для трансмиссии и подвески Кажется, их было построено около 250 и все равно их не хватало, поэтому американцы в Нормандии делали следующее Они брали подбитые пантеры, разрезали их и прикручивали броню в передней части своих Шерманов, чтобы хоть как-то заменить Джумбо Но американские генералы понимали, что война выигрывается не только на полях сражений, но и на американских танковых заводах К 1944 году количество выпущенных Шерманов начинало склонять чашу весов в пользу союзников Поэтому никто не собирался жертвовать Шерманом в пользу менее надежного Т-14 С Шерманом дело обстояло так, нам требовалось столько Шерманов, что было просто не до выпуска нового танка Шерман можно было совершенствовать до бесконечности, но это должен быть Шерман Поскольку Джумбо были выпущены в небольшом количестве, экипажи Шерманов находили свои решения по повышению безопасности танков Они устраивали водяные рубашки вокруг снарядов в верхней части корпуса, что предотвращало возгорание Если происходило попадание в район укладки, проливалась вода и тушила огонь Еще они делали дополнительные краны из брони, то есть наваривали куски брони на борта танка Обычно они отваливались при первом же попадании, но часто было достаточно спасения от единственного попадания Так что эти заплатки свою задачу выполняли В Нормандии американцы поняли, что Шерманы без водяной защиты и боекомплекта при попадании загорались в 60-80% случаев А когда стали устанавливать водяную защиту, этот процент снизился до 15% Так что эта мера значительно снизила вероятность пожара и взрыва, что было обычно для этих машин Но несмотря на эти попытки улучшить броню Шерманов, они никогда не имели такой же надежной защиты, как Тигры и Пантеры И многие усовершенствования лишь улучшали моральное состояние танкистов Разновидности Шерманов Прочность, надежность и простота ремонта корпуса и силовой установки Шермана Означало, что он вполне пригоден для переоборудования в различных целях Шерманы переделывались в пусковые установки для реактивных снарядов, в огнеметы, самоходные установки и мину-укладчики Для этого шасси танка приспосабливали для установки 105-мм гаубицы или 20 ракет Огнеметы производились или канадским Ронсеном, или чаще на Шермана устанавливали систему Крокодил, сделанную для британского танка Черчилль Разнообразие вспомогательных вариантов демонстрировало универсальность корпуса Шермана Кроме минных траллов, некоторые танки оборудовались бульдозерными ковшами Катерпиллер Которыми с поля боя убирали подбитую технику или проделывали проходы в заграждениях Другие использовались для эвакуации поврежденной техники с поля боя к месту ремонта Значительной разновидностью был мост-укладчик, для этого к Шерману крепили мостовую конструкцию Танк опускал мост над рекой или канавой и отсоединял его Шерман очень интересная машина Я думаю, многие знают тральщики типа Скорпиона или Краба Но у него есть еще две разновидности Это прибрежная эвакуационная машина, которая способна погружаться на глубину до трех метров И доставать затопленные машины, которые по каким-то причинам попали в воду Он способен вытаскивать эти машины на берег, а также помогать разгружать десантное судно В этом качестве он выполнял очень важные функции Одно из самых знаменитых плавающих разновидностей Шермана был Дуплекс Драйв, иначе Диди Это название дали Шерману, оборудованному системой плавучести Сам Дуплекс Драйв представлял собой механизм, позволявший танку плыть с помощью гусениц или переключаться на винты Разработка Диди началась после неудачной высадки в Дьепе в 1942 году Система появилась как раз к высадке в Нормандии Одним из уроков операции в Дьепе Было осознание необходимости десантировать на берег танки одновременно с пехотой Но как этого добиться? Есть две возможности это сделать Можно поместить 13-14 танков на десантное судно, подвести его к берегу и высадить танки Сложность в том, что десантное судно — крупная мишень, и если его подбить, вместе с ним утонут все танки Можно запускать танки по отдельности, но танки не могут плавать, они плавают примерно как кирпич Танки против танков Железный кулак, часть четвертая При вторжении в Нормандию получили боевое крещение плавающие танки Диди или Дуплекс Драйв Это довольно хлипкая конструкция, разработанная людьми, которые делали надувные матрасы Собственно, они сделали надувной матрас, который состоит из экрана, закрепленного на раскладной раме И эта конструкция увеличивает водоизмещение танка, чтобы он мог плыть Танк герметизирован, но тут еще этот полотняный экран, и в целом танк плывет довольно неустойчиво Это Диди или Дуплекс Драйв По земле танк передвигается обычно на своих гусеницах, но на воде его толкают два винта, которые позволяют двигаться на скорости около 10 км в час Даже при довольно спокойной воде это все-таки не морское судно А в проливе во время высадки в Нормандии 6 июня 1944 года вода была не очень спокойной Поэтому многие не доплыли до берега Их должны были спустить недалеко от берега, но произошла навигационная ошибка И американцы спустили свои танки довольно далеко, да еще и не в том месте Поэтому танкистам оставалось положиться на волю волны прилива, чтобы добраться до берега Кроме того, они завязли при повороте А если бы их десантировали поближе, все было бы хорошо Те, что оказались на берегу, действовали вполне успешно В некоторых случаях вода просто протекала, и на море много воды не надо, чтобы появились проблемы Однако все это оправдано фактором неожиданности, когда обороняющиеся вдруг видят перед собой танки, выходящие из моря на берег А эту юбку очень легко сбросить, так что танк практически сразу готов к бою И это, несомненно, оказало большое психологическое воздействие на противника, когда он увидел, что именно против него используют Но многие танкисты погибли Хотя их снабдили спасательным снаряжением, как на подводных лодках Вряд ли многие сумели им воспользоваться Шерман заслужил репутацию основного боевого танка Второй мировой войны Хотя он и не мог сравниться с более крупными немецкими танками Танкисты уважали его за надежность и скорость Его прочный, поддающийся переделкам корпус сделал его идеальной машиной для модификации Но самое главное, что благодаря простоте конструкции его могли собирать в больших количествах гражданские люди Которые до 40-го года вообще не знали, что такое танк В конце концов, германская армия просто не могла справиться с нарастающим потоком Шерманов Воистину, он был для союзников рабочей лошадью, которая помогла победить в войне Шерман чрезвычайно хороший, надежный, универсальный, средний танк Который сделал гораздо больше, чем можно было ожидать от одной единственной конструкции Это был просто исключительный танк О чем говорит тот факт, что он участвовал во многих сражениях Второй мировой войны И выполнял множество самых разных задач От Эл-Аламейна в пустыне до итальянской кампании От высадки во Франции до захвата Германии Таким образом, этот средний танк Можно с полной уверенностью назвать одним из лучших танков Второй мировой войны Он был невероятно надежным На нем можно было улучшать вооружение Наращивать броневую защиту И уже одно то, что его производили в таких количествах Говорит о его очень удачной конструкции Шерман никогда не был очень хорошим боевым танком Из немецких танков он мог сравниться лишь с Т-4, которые немцы меняли два раза Тем не менее, это был надежный танк Простой в обслуживании А поскольку его производили на 11 заводах Включая один в Канаде И на конвейерах его можно было производить тысячами Всего за войну было выпущено 55 тысяч шерманов Да, у него были недостатки У него была недостаточно мощная пушка У него была довольно слабая броня Он имел неприятную привычку взрываться Но поскольку шерманов было так много Мы победили Не потому, что это был лучший танк А потому, что у нас их было гораздо больше В этом весь смысл Возможно, одна пантера равна пяти шерманам Но в нужный момент у вас скорее оказалось бы пять шерманов Чем одна пантера КОНЕЦ